Вот уже 13 лет коварная болезнь не даёт покоя Владимиру Пестову. Сахарный диабет развивается стремительно. Последние три года мужчина живёт только благодаря инсулину. Один пропущенный укол – это не просто дискомфорт. Это скачок давления, инсульт, слепота и даже смерть. Уже неделю Владимир без препаратов. В аптеке их просто нет. Я заявлю, что он в инсулину. Сейчас заведующий приедет. Я на камеру ничего говорить не буду. Таких, как Владимир, около 6 тысяч человек. В аптеках горы рецептов от больных с сахарным диабетом. Все ждут жизненно важный препарат. И вот, прямо сегодня, когда съёмочная группа отправилась по аптекам, бесплатные лекарства поступили. Только почему с такой огромной задержкой? Ведь неделя ожидания для больного с сахарным диабетом может закончиться трагично. Можно, конечно, купить и за деньги. Правда, покусачий для инвалидов и пенсионеров в цене. Тот же инсулин «Лантус» стоит больше 4 тысяч рублей. И хватает его на один месяц. Это надо с запасом каждый месяц ходить за этим рецептом. А там врач, она тоже ругается. Говорит, часто я не могу тебе выписывать. Вот мне положено на 40 дней. Через 40 дней приходи, я тебе ещё выпишу. А я пришёл через 40 дней. Получается, я отдал. А у меня уже там, вот, сегодня 11 дней продлён, получается. Я хоть чем не знаю. Как хочешь, так и живи. Перебои с инсулином в Нижнекамске начались полтора года назад. Каждый раз диабетчики выстраиваются в очередь за бесплатным препаратом, пока он не закончится. Куда пропадает инсулин? Как нам объяснили в Управлении здравоохранения, дело в большом количестве выявленных больных. Есть же регистр, как региональных, так и федеральных льготников. Мы на этих пациентов заявляем лекарственные препараты. Но эти заявки, она формируется, считайте, в августе месяце 16-го на 17-й год. То есть, с 1 января 17-го эти пациенты начинают получать. А уже в течение 17-го ещё каждый день, каждый месяц выявляется определённое количество пациентов. Мы же не предполагаем, мы же не знаем, сколько у нас выявится пациентов. Когда решится эта проблема, неизвестно. Этим вопросом занимаются на уровне республики. Аптеки идут навстречу нуждающимся. И рецепты, с которыми приходят больные, сохраняют на гарантийный срок. То есть, в течение 10 дней в аптеку должно прийти то лекарство, которое вам нужно. Регина Сулейманова, Евгений Лзаев, Максим Липин. Новости НТР. Новости НТР. Новости НТР. Продолжение следует...